Короче, была такая ситуация, я расскажу. Дрался Мэтт Браун против Диога Санчеса на одном из Fight Nights UFC. И там был такой случай, даже вот подписчик у нас написал в комментариях, что хочет разобрать этот момент. Да, я понял, что это за ситуация. Значит, пойдем от простого к сложному. Так будет проще. Итак, моя левая нога, прошу. Давай. Давай. Я Мэтт Браун, он Диога Санчес. Вот. Мне как раз подходит. Ну да. Значит, какая ситуация была, да? То есть он взял ногу и толкал ее вперед. То есть, соответственно, я постоянно подпрыгиваю на ноге и двигаюсь. Да? Да, обратно. Вот. Какая самая простая как бы ситуация, да? Что можно всего сделать? То есть я заметил, там нога была чуть согнутая тоже, то есть он ее пытался как бы забрать, чтобы максимально расстояние удержать, чтобы было проще, да? Теперь смотрите, когда у человека две руки заняты, ну, махать они достану, естественно. Обычно, обычно подсекают. То есть выбивают и топорную ногу, ну, как бы, да. Вот этой ножкой, ну, для этого поднимается эта нога и выбивается это, да, это я падал. Вот. А если я могу подвинуться, то есть, ну, я толкаю, да? Самый простой вариант, честно, вот самый простой вариант, это вот. Вот сюда, к нему поближе, дальше в клинч упасть куда-то там, ну, уже перейти там. Это согнуть колено, максимально подвинуться, то есть туда тазом выйти. И еще, в принципе, наверное, проще вариант, это будет не заморачиваться, вот толкай вперед ногу и тупо перейти в спайдер-гард, да, где есть возможности там цепляться, крутиться, что-то делать, да. К примеру, даже сейчас вот у меня есть положение, где я могу макса как бы опустить и сделать какую-то вот простую вещь. Естественно, если мы говорим, да, это очень просто, потому что я ничего не делаю, то есть я физически, что я делаю, смотри, я сгибаю колено, сгибаю одно-второе, видишь, все, у меня нога здесь, пожалуйста, все. Все, это легко, я не делаю. Есть сложные варианты выхода из положения там, с прыжками, ударами, ну. Как демонстрируйте, боже. В общем, ты меня держи, я подпрыгну, а потом не отпусти. Хорошо, я понял. Смотрите, какая штука. Когда вас так тянут, вы можете подпрыгнуть на этой ноге и прокрутиться в эту сторону, создав удар. Это сложно. Ну, без разницы, я просто покажу, что вот удар пойдет сюда. То есть, опять же таки, можем даже на месте это сделать, можем не заморачиваться. То есть, подпрыжка, проворот и, в принципе, если вы хорошо владеете телом, можете провернуться. Главное, шмякнуться правильно. Ну, в общем. Давай я просто держу, и отпущу тебя, хорошо? Ну, создавай давление, чтобы было понятно, что идет. То есть, вот правая рука, нога, точнее, бьет тебя в голову. Ну, ну, он получается даже, где Мэтт Браун был вот так, вот шел на него. Да. То есть, вот это вот ножкой. Очень классно можно отсюда ударить. Я не хочу бить Макса. Давай. Давай. Я просто проверю в любом случае. Вот эта нога, она в подпрыжки бьет. Ну, естественно, в морду. Ну, а куда сейчас? Ну, это сложно. Это опять же таки сложно, и можно этим не заморачивать. Если нога ниже находится, вот здесь, к примеру, тут, то, в принципе, еще проще. Можно сразу крутануться резко в другую сторону. Есть варианты кувырком, которые тоже в классике показываются. Это когда ногу зафиксировали и делаешь кувырок. Просто уходишь. Взял. Еще раз. Мат, смотри, иди на меня. Какой, да? Ну, как бы, если стена... Да, вот допустим, если там была такая ситуация, что его подпирали к сетке. Ну, то есть, всегда, когда есть элемент, который мешает, то есть, довольно сильно вот подтолкнул мне стена, то упираться от нее, ну, у меня очень мало опоры. Ты сейчас скидываешь ногу и реально меня бьешь. Мне некуда деваться, но если в момент упора, вот толкай меня стенку, да? Просто упадь, да? Ты видишь, у меня большее защиты. Да. Ну, как бы уже, если полезу добивать... Начинается джипсу, опять же таки стена. Всегда, когда мы так падаем, мы ищем одну ногу. Ну и все, дальше уже там. Ну да. Как бы мы поднимаешься, если бы там добивать, у Санчеса были бы шансы. Но в любом случае надо забирать либо в гард, то есть падать на себя, забирать в гард, либо спайдер гард у тебя получается выход из положения. Либо выкрутка в одну сторону, то есть в ту сторону куда легче крутится нога. Например, чтобы ударить на другую сторону, это сложно. А в эту сторону, ты сам попробуй, да? Я тебе, знаешь, хочу сейчас прикол какой показать. Это так сделал Тони Фергюсон. Он вообще очень нестандартный соперники, когда его так схватили. Да. Он просто, конечно, сидел. Чувак. Хоп, и все. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Чувак развернулся и ушел, и ушел. Ну вот так я сделал. Просто круто не в сторону. Делал кувырочек. Ну вот теперь не туда, а вот сюда повернись, будет более динамично. Ну и все. Главное повернуться. Ну я понял, ну суть не, я может вообще коряво это сделал, но как бы Тони Фергюсон вышел из этой ситуации. Задача такая, когда вам поднимаем, вот смотрите, какие варианты есть у меня, когда я поймал его ногу. Теперь поменялись местами. Во-первых, да, это толкать куда-то туда. То есть, но толкать это как бы уже не актуально. Актуально поднять. Поднять он сразу упадет. Потом, есть варианты, естественно, всякие там выбивания, ударов, подсекания, скрутки, я не знаю. Если у меня две руки здесь, то честно, я не буду заморачиваться, я его начну крутить куда-то. Все, иди сюда. То есть, я ногу эту раз поднял, потом вывел, потом оббежал тебя. Ну, вариант у него тоже был, поджал, ударил. У борцов есть очень хорошая, у самбистов, у вольников, когда они подхватывают за ногу. Удай, подхватывают за ногу. Упор телом туда. И вот, и туда. И все. Ты можешь даже массой, ты можешь еще проще сделать, дай ногу. Самый простой вариант это... Да. Тысячу вариантов, опять же таки. Вот этот подхват, а мы когда-то стебались, мы делали вот такую тему. Попробуй до меня достать. До тебя? Чем? Вот. Вот. Просто держи за пяточку, поднимаешь и все. Не, я лучше сразу подхватываю. Ну, вот это безопасное положение будет. Вот. Естественно, чем выше мы застрахуй сейчас я объясню, что происходит. Готов страховку? И еще раз я объясню. Когда вы так кого-то поймали, вы делаете раз и добивание. Максимум вверх и добивание. Ну, динамично. Давай один разочек. Бум. Он у меня поймался. Три-четыре. Бум. Туда. Ну вот тяжелый кабан. Кого-то полегче, можно там моего веса я могу подлетать. Может подлетать. Так что, ребята, если у вас есть какие-то интересные моменты разобрать из боев, те, которые особенно актуальны, те, которые прошли, то, пожалуйста, вот у нас есть специалисты. Да, будем стараться. Да. Шарит во всем. Ссылочка на его зал будет в описании, так что приходите и тренируйте.